Зинькин день В этот день христиане чтут память святого Зиновия. Родился в городе Эггах, территории современной Турции. Жил во времена правления римского императора Диоклетиана, 3-4 века. Невелика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит, перебираясь на Зиновия поближе к человеческому жилью, в надежде хоть немного подкормиться. Сейчас в это трудно поверить, но было время, когда люди всегда по законам совести жили, а потому даже малых пташек в их ожиданиях не разочаровывали, подкармливая их. Бывало, так увлекутся щедрым угощением синегрудые птички, что хоть голыми руками их бери, но в те времена никому бы и в голову подобное святотатство не пришло, потому что Синичкин день – стариной завещанный праздник, и, говорят, слыла она на Руси, той самой синей птицей счастья, в поисках которой нетерпеливые ловцы удачи сейчас за 3-9 земель отправляются. Впрочем, как тогда, так и теперь, людей самостоятельных, до труда охочих, подобные пустяки нисколько не волновали. Зачем, спрашивается, бестолку по миру кружить, когда счастье и достаток на своей земле искать надо? Недаром же говорят, где родился, там и сгодился. Да и Синичек ловить не надо, они с приходом холодов сами к людям потянутся, ведя за собой целую стайку птиц-зимников, снегирей, щеглов, соек, чечеток, свиристелей. А как только соберутся они все вместе, тут и зима на порог явится. Синичка недаром пищит, а зиму вещит, холод кличет. А потому в этот день было принято мастерить и развешивать кормушки для пташек, которые уже прилетели из леса поближе к человеческому жилью. Дети иногда сами, иной раз с помощью взрослых, изготавливали новые или чинили старые кормушки. Вообще, всегда в обязанность детей входило подкармливание птичек. Любимым Синичкиным лакомством были семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, но только не жареные, а также кусочки несоленого сальса, до которого те большими охотницами слыли. Кстати, говорят, название Синица произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Одни уверены в том, что имя ее созвучно с именем святых этого дня. Синичку, кстати сказать, в народе часто звали Зинькой, а дети, обращаясь к ней и подражая ее голосу, припевали «Синичка-сестричка! Зинь-зинь! Зинь-зинь!» А другие сравнивают ее звонкое пение с перезвоном маленьких серебряных колокольчиков, радующих людей в долгую зимнюю пору. «Зинь-зинь! Зинь-зинь!» С 12 ноября открывался сезон зимней рыбалки и сезон пушной. Охотники, так же как и пастухи, заранее должны были заключить договор с лешим, который позволил бы им заниматься промыслом. Отправляясь в лес, охотник обещал лешему не ломать деревьев, не вытапкивать без нужды трав и цветов, не убивать животных и птиц без нужды. В этот день примечали На Зиновия волки стаями ходят, Голоду, мору или войне. Синица зимы предвестница, Снежным порошем вестница. Синица пищит с утра к морозу, Волнуется, кружится и клюет кору деревьев к ненастью. Прилетает к дому и садится на окне к скорой зиме. А еще говаривают, Холод да голод из лесу птицу гонят. Подкорми птиц зимою, Послужат тебе весною. Зинь-зинь! 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 Братья-месяцы Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...